Для создания дополнительных механизмов снижения риска занятости молодежи предусмотрено субсидирование трудоустройства отдельной категории граждан. Одним из нормативных документов, решающих данную задачу, является постановление правительства Российской Федерации 13 марта 2021 года номер 306-2 о государственной поддержке в 2022 году юридических лиц, включая некоммерческие организации и индивидуальных предпринимателей в целях стимулирования занятий отдельной категории граждан с изменением от 2 сентября 2022 года. Данное постановление будет действовать и в 2023 году. Мы с вами рассмотрим порядок реализации этого 362-го постановления. За каких работников выплатят субсидию? Организация может получить государственную поддержку за трудоустроенные граждане на полный рабочий день с заработной платой не ниже мрот следующих категорий. в возрасте до 30 лет, уволенных в результате ликвидации предприятия и сокращения штата, находящихся по рискному управлению, трудовой договор с которыми с ключом в 2022 году в порядке перевода от другого работодателя у согласования между работодателями. Граждане Украины, ДНР и ЛНР. Условия участия в программе. Организация может принять участие в программе к государственной поддержке, если компании или ИП начали работать до 2022 года, на дату заявления о субсидии у компании нет долгов перед бюджетом или фондами на сумму не более 10 тысяч рублей по другим субсидиям, по заработной плате сотрудникам. Компания не реорганизуется, не ликвидируется, не банкротится и не приостановила деятельность. В основном капитали компании не превышает 50% доли иностранных компаний из офшорных зон. Руководство не под дисквалификации. Компания не получала под вторым годом господдержку для общественных и некоммерческих организаций. Как рассчитывают и выплачивают субсидию? В программе утвержден размер помощи 3МРО. В 2002 году 15279 рублей. На каждого нового сотрудника указаны выше категории, включая параллельный коэффициент, если он есть. Есть страховые взносы с этой же суммой, с учетом отдалеков конкретного работодателя. Параметры частичного смещения затрат на одного человека за один месяц приблизительно 19 500 рублей. Заработная плата с учетом страховых взносов. Перечислять липоту будут не сразу, а постепенно. Первый платеж придет работодателю через месяц после начала молодого сотрудника. Второй перечислить через 3 месяца, если новичок еще будет работать. Третий платеж придет через полгода, если рабочее место сотрудников сохранится. Как принять участие в программе? Работу дателю необходимо разместить вакансию на портале работы в России, труд всем. Принять на работу гражданин и зарегистрированный на портале работы в России в соответствии с трудом и законодательством. И направить необходимые сведения в пенсионный фонд. Подать заявление на получение субсидий через месяц после приема на работу гражданина из своего личного кабинета страхователя Федеральной государственной информационной системы Судстрат. Сыскатель заполнит заявление обстановки на регистрационный учет и резюме на портале работы в России. Выбрать на портале работы в России необходимую вакансию, а там работодатели в личный кабинет гражданина поступают направления для трудоустройства. Посетить работодателей, пройти собеседование и трудоустройство. Важно! Заявка на участие подается в электронном виде. Участникам мероприятия документы не предоставляются. Получение всех необходимых сведений происходит в рамках электронного межведомственного взаимодействия. Работодателям и гражданам посещать Центр заинственных отделений и Фонд социального страхования Российской Федерации не надо.